Обе машины колесами вверх, разбитые стекла, рассыпанные по дороге овощи и фрукты. По словам хозяев авто, деньги и вещи хулигана не тронули. Такого рода вандализм больше похож на месть или угрозу. В субсехе это первый подобный случай. Ночью в час ночи позвонила нам соседка, сказала, что какой-то шум услышала. Выбежала вместе со своими соседями, они выбежали, человек пять-шесть свидетелей, они видели, как переворачивают, что одну машину уже перевернули, переворачивают вторую машину. Но они не успели разглядеть лица, их было человек пять-шесть, причем молодые. И они убежали, развернули вторую машину, ломом поломали, как они говорят, размахивали лобовое стекло, четверки поломали. Что-то они там порылись, и когда увидели, что люди идут, свое дело до конца быстренько сделали и убежали. Известно, что владельцы автомобилей – частные предприниматели. И, по словам местных жителей, свою продукцию они реализовывали несанкционированно прямо с этих самых машин. Возможно, такая торговля была не всем по нраву, и кто-то решил просто заняться самоуправством. Ну, вышли мы, 2-3 часа поторговали, ушли. Весь мир торгует. Да, я понимаю, что это не санкционированная торговля. Я понимаю, что где-то закон нарушаю. Но жизнь такая сейчас тяжелая, что надо друг друга понимать. У меня ИП, например, плачу налоги. Есть же специальные надлежащие органы, которые приходят, штрафуют. Они имеют право. Но вот такой беспредел, где курортная зона, где столько отдыхающих, это разве красиво перед центральным входом магнита? Это что такое? Это самоуправство. Нельзя так. Сотрудники полиции сняли отпечатки пальцев, собрали улики. Следствию могут помочь материалы с камер уличного видеонаблюдения. Злоумышленникам придется ответить за содеянное, а предпринимателям – оформить торговлю в соответствии с буквой закона. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа, Регион.